Всех приветствуем на телеканале Старт, очередной выпуск программы про волей, лучшей программы о волейболе. Ее ведущие я, Эмма Гаджиева, и мой несравненный соведущий Тарас Тимошенко. Привет, мы продолжаем всячески укреплять свои скиллы со всех сторон, прокачивая и теорию, и практику, чтобы лучше понимать волейбол. И чтобы продемонстрировать вам наше рвение, мы подобрали пару примеров. Вот так, например, выглядит волейбольная подача, если ее подает Эмма. Ну я буду продолжать тренировки. Что касается Тараса, то он в волейболе еще до моего рождения был, а мне уж далеко не 18 лет. В общем, человек комментирует все, что только есть в этом виде спорта. Олимпийские игры, чемпионаты мира на телеканале Старт. Именно под его голос мы наслаждаемся матчами Суперлиги. И, казалось бы, человек должен уже уметь все, но с подачей, Тарас, беда. Ну, получше, чем у меня подача-то. Качество подачи, прямо скажем, меня не радует, зато я определенно очень сильно помолодел. Ладно, будем расти над собой, и надо обязательно расти над собой еще и в человеческом плане. А чтобы расти над собой в человеческом плане, нужно выполнять обещания. В прошлом программе мы обещали подвести итоги розыгрыша. В программе этой разыгрывали мы, напоминаю, сувенирный набор. И эта удивительная коробочка достается не конкретному человеку, а целому волейбольному клубу Югорск. Именно эти парни и девчонки первыми в комментариях к посту с розыгрышем предсказали количество партий, которое нас ждало в четвертом туре мужской Суперлиги. А их было ровно 26. Искренне поздравляем и продолжайте принимать участие в розыгрыше. Все конкурсы будут опубликованы на инстаграм-странице телеканала «Старт». Коробочка ваша, мы вас обязательно найдем. А теперь пора, собственно, перейти к подробностям самого четвертого тура после розыгрыша. На очереди наш разбор полетов. Погнали! Итак, как вы уже поняли, в четвертом туре мужской Суперлиги, все матчи которого прошли 23 октября, сыграно в общей сложности 26 партий. Суммарно все это заняло 638 минут. Вот все результаты. А теперь перейдем к конкретике. Рекорд тура. Второй сет Белогорья и Оренбурга, в котором команды уложились в 35 розыгрышей счета 25-10 на старте сезона, мы до этого не видели. В этом же матче по ходу четвертого сета Белгород выдал серию тура, превратив счет 2-4 в счет 11-4. Итого 9 очков подряд. Устроить все это удалось на бесконечной серии подач Аль-Хачтаде, который с пятью эйсами на все про все снова прописался в лучших подающих. К этому факту, похоже, придется привыкать как к явлению регулярному. Матч тура. Встреча Кузбасса и Самотлора в Кемерове, где Нижневартовск устроил кампбэк со счета 0-2 по сетам и 5-10 четвертой партии. Хозяева проводили матч, во-первых, без Адмачаева, во-вторых, этот раз еще и без Алана. Поэтому центральной фигурой на позиции диагонального в Кузбассе на безальтернативной основе оказался Папаза, что с учетом необходимости играть против бывшего клуба завязывало крепкий дополнительный узел интриги. В итоге Самотлор сумел, балансируя на грани, дожать соперника с одним из своих бывших лидеров в составе. Приз, заботливо выдуманный нами номинацией «Прием тура» отдаем как раз по итогам этого матча Валентину Кроткову. Капитан Самотлора встречался 23 октября с мячом, с безусловной пользой для себя и команды. 76% позитивного при отсутствии ошибок. Особенно убедительно это смотрится с поправкой на общее количество его приемов в фиге. 29%. И, наконец, чтобы нам и вам не показалось мало, в момент тура тоже выбираем свое полевое решение из этого матча. Матч-бол Самотлора в пятый партий. События тура. Победа факела в игре с Урала. Первое для нового Уренгоя в регулярке Суперлиги. Теперь у нас в чемпионате остаются всего две команды, которые еще не выигрывали. Всякому новому шагу в сторону сокращения этого печального списка стоит коллективно порадоваться. Жокер тура. Игрок факела Никита Крот. Собрать 7 очков за полторы партии, одна из которых тайбрейк, это, прямо скажем, неплохо для центра. А для центра, который толком еще и не обжился в Суперлиге, так вообще отлично. Последний аккорд матча, именно его блок на матч-боле. MVP тура по версии нашей программы Ярослав Подлесных, что бесспорно, очень спорно. В качестве аргумента против, оппоненты однозначно приведут нам тот факт, что Динамо играло 23 октября с одним из явных аутсайдеров Суперлиги, ожидаемо не оказавшим серьезного сопротивления. Но кристальная чистота статистики доигровщика Динамо, как ни в груди, подкупает 85% эффективности в атаке при нуле ошибок, 63% позитивного приема при нуле ошибок, 3 эйса и итоговые плюс 11. Скажем честно, далеко не во всяком матче с аутсайдером получается набить такую статистику, сколько бы просто этот матч не складывался. Отсюда и наше почтение. Фото тура. Радость болельщиков факела от первой победы в сезоне. Загадка тура. Что увидел Артем Вольвич на голове у Микки Кристенсона? Кстати, можете предложить свои версии в комментариях, а то мы свою так и не придумали. Ну и одна из примечательных особенностей чемпионата на старте сезона. У нас есть две команды, которые по итогам четырех туров не проиграли еще ни одной партии. Разница сетов у них 12-0. Это Казанский Зенит и Новосибирский Локомотив. А что их ждет в туре пятом? В пятом туре тут, скорее всего, больше шансов проиграть одну. Хотя бы один сет. Хотя бы один сет, да, у Новосибирского Локомотива, потому что они будут играть против Зенита из Санкт-Петербурга. А если говорить о шансах проиграть хотя бы один сет Зенита Казанского, то здесь, конечно, у них больше шансов этого не сделать, потому что они лидеры турнира таблицы и будут принимать у себя нефтяник, который находится, к сожалению, внизу. Так точно, да. И я предлагаю, ну, чтобы не мелочиться, давай с тобой немножко поиграем, сделаем прогноз на эти матчи, две игры. Зенит-Казань-нефтяник и Локомотив-Новосибирск-Зенит-Санкт-Петербург. Только давай ты начнешь. Да? Чтобы тебе было проще? Окей, значит, Зенит-Казань-нефтяник-Оренбург. Моя версия, эта встреча закончится со счетом 3-0. Прямо с языка снял, честное слово. Так и хотела. Но, наверное, у нас прогнозы должны быть разные, да? Ну, ладно, 3-0. Хорошо, договорились. Окей, тогда на вторую игру. Локомотив-Новосибирск-Зенит-Санкт-Петербург. Я считаю, что Зенит в гостях победит в пяти партиях. 3-2. А, вот так-то. Нет, я за то, что выиграет все-таки Локомотив. Но счет будет 3-1. Окей, договорились. Но все-таки какая-то разница в снятых показаниях у нас есть. И в следующей программе посмотрим, кто из нас прав. И нужно придумать какое-то наказание. Пишите, друзья, в комментариях, какое наказание нужно дать проигравшему в нашем старасом споре. Заодно уж какой приз победившему. Ладно, идем далее. И на очереди у нас разговор на праздничную тему. Почему на праздничную? Да потому что не далее, как 20 октября в мире отмечался так называемый день статистики. Это напрямую касается спорта вообще и волейбола в частности. Потому что со статистикой, безусловно, в волейболе все очень-очень хорошо. От нее многое зависит. Человеком, который не понаслышке знает, что такое статистика, я как раз-таки и поговорила. Тренер, статистик, тренер, аналитик, человек, как сказал Тарас, от которого очень многое зависит. Иван Пух, он работает в новосибирском локомотиве. Давайте, я его поздравила, конечно, и давайте послушаем, что же для него означает эта профессия. На очереди наша рубрика «Инсайт» о том, как живут настоящие профессионалы в мире игры под названием волейбол. Иван, 20 октября отмечался Всемирный день статистики. Как вы отмечали этот праздник? Собственно говоря, я никак не отмечал. Просто принимал поздравления друзей и коллег. Ну вот поздравляя статистика с праздником, что можно вам пожелать? Ну, если говорить о профессиональных качествах, то, конечно, поменьше ошибок и точности, и внимательности. Ну и мы можем принимать и обычные поздравления для обычных праздников. Здоровья, счастья, пожалуйста. Мы не против. Ваши коллеги говорят, что им не хватает ночного сна. Например, Коня Петеля, Денис Попов как раз говорили об этом. Вы ночами работаете или с чем это связано? Ну, в принципе, да. Можно этот ответ на этот вопрос строить на две части. Вот соревновательный период с сентября по мая, когда идет сезон клубный, вот в сентябре начинается сезон, кубковые игры, их очень много. Мы в целом тратим на обработку одной игры примерно полтора-два часа. У нас в день есть тренировки по две обычно. Наша обычная жизнь там просто встреча. Ну, то есть, начинаем с друзьями, живем там с семьей, у кого-то дети. Поэтому просто не хватает времени днем, и люди работают по ночам, да, это нормально. Это первая часть. И вторая часть обычно прямо перед играми, когда идет разбор. То есть, ты сидишь прямо перед, ну, накануне там, если игра в субботу, в пятницу там ночью, ты сидишь там, разбираешь там, готовишься, там какие-то нарезки делаешь. В целом, как потом не уснуть во время игры? Ну, да, надо поспать перед игрой, желательно в обед, ну, или принять какие-нибудь там кофеины или там что-нибудь в этом роде. Такие средства, которые помогут быть бодрым в течение двух часов. У вас ведь на самом деле суперответственная работа, и какова цена вашей ошибки для команды? Если вы где-то проявите невнимательность и где-то что-то не учтете? Ну, если мы говорим за разбор и тактику, то сразу хочу сказать, когда команды разного уровня по силе, то наша работа не повлияет никак абсолютно. Команда, которая сильнее, и так должна выигрывать без статистики команду, которая слабее, а команда, которая слабее, ничем не поможет этот разбор никак, выиграть команду, которая сильнее. Но если речь идет о двух командах, которые приблизительно равны по уровню, наша работа может помочь. И когда ты, да, действительно такие бывали случаи, когда мы же не можем предугадать, что будет. Мы можем только по теории вероятности, исходя из того, что было, предположить, что будет. Понятно, что они всегда совпадают. Во время игры ты видишь, что меняется. То есть мы с ребятами договаривались об одном, а соперник может играть по-другому. У нас есть связь с тренерским штабом. Мы сидим с торца площадки, и есть связь с тренерским штабом, посредством ноутбука или какой-то радиосвязи и прочее. Либо же даже жестами мы можем показывать, что-то меняется. И мы меняем по ходу игры. Но в целом нельзя сказать, что наши ошибки где-то там в тактике или в просчетах, они роковые. Нет, так сказать нельзя. Таких роковых ошибок ни разу не было. А какие жесты тренеру? Что можно показать? Ну, что там закрывают, например, этому нападающему ход закрывают. Или же как они стоят в приеме, например, смещаются влево на приеме. То есть какой-то подсказ все равно идет. Ну, если какие-то более крупные вещи, то, конечно, текстом пишем, у второго тренера всегда есть столбук. А были ли в вашей карьере матчи, после которых вы скромно могли сказать самому себе, что эту игру, кажется, выиграл не то чтобы я, но не без моей помощи, как бы вытащил. Да, вот сказать так, что выиграл я невозможно. Наша работа, она помогает. Да, но были матчи, когда действительно ты видел, что помощь была приличная. Мы так договаривались с этого, что закрываем так, играем так, и оно все так же складывалось. Они выполняли, и это прилично помогало. Таких случаев было много раз. Мы же ведем статистику во время игры, и успеваем проанализировать, что меняется. Пятая партия, причитивая на 13-13, ты принимаешь какое-то быстрое решение, доносишь еще до тренера, он тебе доверяет, говорит, например, сейчас закрываем линию, и он бьет линию и блок, например. Такое тоже бывало. То есть оно помогает, но не играет ключевую роль. Нельзя сказать, что выиграл я. Мне кажется, вы чуть-чуть прибедняетесь, ну, на самом деле, что-то вы все говорите, что понятно, что выигрывает команда. Вы говорили в одном из интервью, что вы делитесь опытом с коллегами из других команд. А есть ли у вас свои такие секретные фишечки, которые вы не готовы раскрывать коллегам? Потому что они же все равно соперники, конкуренты. Можно понимать, есть статистика и анализ и разбор. Да, мы делимся опытом, какие-то лайфхаки рассказываем, как проще, как лучше, как эффективно. Но если речь идет за анализ, разбор и тактику, то у каждого тренера, у каждой команды она своя. Ни в коем случае никаких, тут не может быть каких-то сливой информации. В любой профессии есть свои плюсы и свои минусы. Вот какие по два плюса и два минуса в вашей профессии, в работе статистика, вот именно в волейболе? Ну, как было замечено моими коллегами, мало сна в период, соревновательный период. И мало свободного времени тоже во время сезона. Это минусы, а плюсы. Все равно, как ни крути, получаешь удовольствие от игры. Ты получаешь удовольствие от того, если твоя работа реально просто отрезана. О чем мы говорили пять минут назад, когда ты видишь, что оно работает. И просто новое знакомство, путешествие. Когда мы попадаем в Еврокубки, мы можем, имеем возможность поехать в европейские страны. Это тоже путешествие, это один из плюсов тоже. Я желаю вам точности, 100%. А возможно ли, кстати, быть точным на 100% в вашей профессии? Если мы говорим за ту статистику, которую мы ведем во время матча, я не встречал ни одного человека, который хоть где-нибудь совершил ошибку. Не было ни одного такого случая, чтобы мы от начала до конца за три или четыре партии где-то человек ни разу не ошибся. Понятно, все мы люди, не роботы, мы ошибаемся тоже. Но вопрос в том, как часто ты ошибаешься. Это вся разница. А были у вас матчи, после которых вы не могли уснуть? Вы понимали, что не то, чтобы не доработали, не углядели? Честно говоря, такого, наверное, не было. Прямо уснуть не мог. Игроки не могут уснуть после своих действий неправильных. А нет, я просто так спокойно все еще не встаю, проанализировал. Там добавить, тут плохо, тут хорошо, спокойно все. Потому что, может быть, когда-то в начале самой карьеры, 30 лет назад, когда я сильно-сильно переживаю, а потом просто все это как-то стало не то, чтобы обыденно, но более профессионально и спокойно. Вот и все. Ну, тогда я вам желаю продолжать быть таким же спокойным, хладнокровным, продолжать так же точно и чисто выполнять свою работу, Иван. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Ну, а теперь одна из моих любимых рубрик. Самое время повеселиться, друзья, и посмотреть, что же происходило в волейбольных соцсетях на прошедшей неделе. А вот с чего бы начать. А давайте начнем, пожалуй, с нового рингойского факела, у которого в Инстаграме прям отличные баннеры с анонсом матча. Баннеры очень живые. Факел вообще отжигает постоянно в Инстаграме. Браво, друзья, браво. Спасибо вам за то, что даете нам повод вообще поддерживать эту рубрику «Позитивный флут». И следом на очереди у нас Барта Шкурок, который, напомню, на данный момент выступает в чемпионате Японии за команду «Вулфдокс». И его клуб в чемпионате Японии одержал очередную победу со счетом 3-1. На командном снимке, сделанном после этой игры, Барта Шкурок, мне кажется, перепутал расположение камеры. Ошибся так, градусов на 180. По сравнению с остальными партнерами. Ну, в общем, он может позволить себе выделиться в составе своей команды таким образом, потому что легионеры в составах всех японских команд выделяются безусловно. Там очень жесткий лимит. Может быть, всего один легионер в команде. И что, соответственно, автоматически по существу приравнивает его к фигуре почти богоподобной. А его можно даже не отмечать на фотографиях. Сразу видно, кто сидит по центру. Пара слов о новостях из мира пляжного волейбола. В данном случае не удивляйтесь. Аккаунт Volleyball World рассказывает нам о том, что небезызвестный Тейлор Сендер перемещается из классики в пляжный волейбол. И его партнером на ближайшее будущее будет, а также небезызвестный в мире этой игры, Тейлор Крэп. У нас есть хороший повод продолжить разговор о пляжном волейболе, потому что на этой неделе нам удалось пообщаться с серебряным призером Олимпийских игр, чемпионом мира Олегом Стояновским. Какой инфоповод? Да, собственно, инфоповод может быть только один в данном случае. Он, будучи москвичом, настолько редко в Москве бывает, проводит хорошо, если три месяца за год в Москве, что сам факт его присутствия в столице является отличным инфоповодом для того, чтобы с Олегом пообщаться. И мы это сделали. На очереди наша рубрика «Дюна». Олег, привет! Привет! У тебя сейчас межсезонье, и ты на некоторое время столица. Расскажи, пожалуйста, коротко о том, как устроен твой типичный день в Москве сейчас. Я начинаю тренироваться с октября, чтобы быть уже готовым к сборам и входить потихонечку в сезон. Поэтому я один раз день примерно хожу в ЦСКА, в Манеж, собственно, тренируюсь, легкоатлетикой занимаюсь, готавливаюсь к новому сезону, к новому году. С ВКЦСКА. Ты много лет здесь был? Да, я здесь очень давно, уже 8 лет занимаюсь и пока приносит плоды. Сколько в среднем дней в году ты, москвич, проводишь в Москве? Я думаю, что где-то около трех месяцев из всего года, мне кажется, в Москве. Ну, может быть, четыре, наверное. Видел, что ты на днях заглянул на Кубок Кремля, на игру Андрея Рублева. Какие у тебя отношения с теннисом, поигрываешь ли сам? Да, мы используем теннис как развлечение в выходной, на сборах иногда играем даже с тренером, но без фанатизма, чтобы не получить случайную травму. А теннис мне нравится, я слежу, познакомился в Токио с нашими теннисистами, с Андреем Рублевым и посмотрел его матч. То есть сейчас на матч к Рублеву ты уже попал как к приятелю посуществлю. Ну, можно сказать так, знакомый, да. Значительную часть октября ты провел в Beach Box Camp. Расскажи, что это, где это, что ты там делал? Это был лагерь для любителей волейбола, начинающих так и не очень. Я ездил в Испанию, это лагерь Александра Самойлова, он из Латвии, он тоже профессиональный игрок, и вот он позвал меня поучаствовать, потренировать людей и получить удовольствие, что, собственно, у меня и получилось, и я где-то около 10 дней был в Испании на Майорке. Планируешь ли ты в будущем проведение собственных тренировочных лагерей под эгидой, так сказать, Олега Стояновского? Расскажи о том, есть ли такие планы? Ну, думаю, да, но сейчас уже отпуск подходит к концу, поэтому, наверное, это планы больше на следующий год, и нужно смотреть уже ближе, собственно, к следующему сентябрю и октябрю. Пока сложно что-то сказать, сейчас все мысли уже направлены на сезон, на подготовку и на тренировки. Сколько дней тебе, кстати, нужно тренироваться без мяча для того, чтобы ты по мячу по-настоящему соскучился? А я, если честно, я не устаю от волейбола, я, в принципе, могу и в отпуск играть, это вообще не проблема, поэтому в любой момент времени я готов поиграть с мячом. Когда ехать на сборы? Пока, предварительно, во второй половине ноября, начнем тренироваться в Анапе, а дальше будем смотреть, в зависимости от ситуации с ковидом, можно ли будет куда-то поехать за границу. Не знаю, в том году у нас не получилось выехать в Европу, допустим, куда мы всегда ездили, в Испанию, поэтому мы ездили в Дубай, он был единственный открытый, и сейчас будем смотреть, как ситуация, и надеюсь, что у нас получится выехать на воздух именно. Я хорошо знаю, что ты при первой возможности стараешься посещать матчи мужского чемпионата России, то есть ты сейчас, безусловно, в теме. Скажи, пожалуйста, на старте сезона, кто тебе реально понравился, кто с твоей точки зрения прямо сейчас в порядке? Сейчас неплохо выглядит Казань, у них два новых топ-игрока добавилось в команду, то есть освежили состав, и я думаю, что они будут, они из фаворитов. Сейчас очень, мне кажется, ровный чемпионат. Есть пять, где-то шесть, примерно, фаворитов. Также Питер, Москва, Новосибирск. И некоторые чуть-чуть отстающие, но все же тоже претендующие на медали. Кузбасс, Белгород, Белгород еще, да, точно. Очень хорошо выглядели стопами. Но мне почему-то кажется, что должен Питер немножко сыграться. Опять же, если будут без травм, то у них очень стабильная линия доигровщиков, и в приеме они должны хорошо выглядеть, что должны помочь им. Очень стабильная линия доигровщиков, некоторые из которых еще неплохо выступают на позиции Диаганда. Да, это точно. А когда, кстати, тебе самому в последний раз доводилось играть в волейбол 6 на 6? 6 на 6, кстати, относительно недавно. Мы сидели в Новогородске на карантине перед встречей с аппаратом президента, в общем, перед Кремлем. И там были на сборах ребята с проблемами со слухом. Вот, и они готовились чемпионат мира. Мы поучаствовали в тренировке, я поиграл с ними. И мне очень понравилось, я вспомнил здесь старые ощущения. Они, кстати, потом выиграли чемпионат мира. В общем, ты внес к этому свой посильный вклад, получается, да. Ты побывал лично на жеребьевке чемпионата мира по волейболу. Посещение матчей чемпионата мира в твои планы входит? Одного города или нескольких? Или это будет сложно внести в свой календарь? Определенно я бы хотел поучаствовать в этом событии. Тем более, чемпионат мира редко проводится в 24 года. Это грандиозное событие. И очень классно, что это будет в России, что многие смогут увидеть топовые сборные. Опять же, это нужно будет смотреть, будет ли совпадать это с нашими турнирами. Но, насколько я помню, это конец августа-сентябрь. А значит, это у нас уже начало отпуска. Поэтому я надеюсь поучаствовать уже и в финальном этапе. Посмотреть. Эх, откровенно говоря, дорогие зрители, передал свою чемпионскую майку с чемпионата Европы. И мы прямо сейчас готовы ее разыграть. Условия крайне простые. Вам нужно подписаться на телеканал Старт в Инстаграме и под постом с этим розыгрышем написать всего лишь комментарий «Хочу майку». И в следующей программе мы рандомайзером выберем победителя, обладателя этого уникального трофея. На этом, друзья, все. Спасибо большое, что были с нами. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Мы за всем следим. Нам очень приятно. С вами были Тарас Тимошенко и Магаджиева. До встречи через неделю. Пока-пока.